Ольга Борисовна, вам слово. Дорогие мои коллеги, здравствуйте. Я начинаю свою сообщение на тему дидактическая компетентность оболога как условия его самореализации. Начать свое выступление мне хотелось бы вот с этой вот картинки, на которой мы видим две парадигмы образования. Первое – это то, что существовало в традиции до середины 20 века. Информация транслировалась и подбиралась педагогам в виде учебного материала и транслировалась обучающимся. Но мы знаем, что сегодня этот метод уже не работает. И мы видим, что и учитель, и ученик имеют равный доступ к образовательному пространству. То есть мы сегодня по-новому понимаем образовательное пространство как пространство возможностей развития и саморазвития учащегося и педагога, осваивая, которое они осваивают как проект, реализация которых происходит в виде постоянного совершенствования учащимся образовательного выбора, а педагогам профессионального выбора. Потому что у педагога сегодня есть возможность выбора ресурсов, выбора платформ обучения, выбора способов обучения. Если мы будем говорить о том, что какие же, какая же дидактическая компетентность требуется сегодня педагогу в первую очередь, то я хотела бы, ну скажем так, поставить вопросы, исходя из проблем. Вот мне кажется, что первая проблема, это связано с качеством образовательных достижений школьников, которые по результатам международных проектов определяются качеством учебных заданий, предлагаемых педагогами современным учащимся. И мне кажется, что очень важная проблема, она была уже обозначена в двух, в трех предыдущих докладах, да, это развитие учащихся функциональной грамотности, метапредметных компетенций, главными из которых является развитие креативности и развитие критического мышления. То есть нам сегодня понятно, что традиционными способами мы не можем развивать ни креативность, ни критическое мышление. Но с другой стороны, остается очень важный методологический вопрос. А какова должна быть мера заданий на репродукцию, на частичный поиск, на креативность? И на этот вопрос дидактика сегодня тоже в полной мере не отвечает. Потому что если мы будем говорить только о нелинейности, о креативности, у нас не будет сформирована база знаний, база культурная, мы не сможем наращивать на ней и функциональную грамотность. То есть я хочу сказать, что современная проблема развития функциональной грамотности, она не такая простая. И здесь требуется вот именно мера соблюдения и репродукции, и творчества. Вторая проблема связана с возможностью перехода от обучения к учению. То есть насколько педагоги и качество профессиональной педагогической подготовки позволяет сегодня молодым педагогам и уже опытным педагогам выстраивать образовательный процесс таким образом, чтобы все-таки он был индивидуализированным. И мы шли по пути индивидуализации, учитывая индивидуальные, возрастные и другие потребности учащихся. Все равно на сегодняшний день школа продолжает оставаться репродуктивной административной системой. И вот буквально в прошлом году мы в ряде школ в Петербурге проводили опросы, какие виды деятельности чаще всего используются на уроке. И вот, к сожалению, 60% деятельности – это слушание. Да, оно может быть активным, но все равно все-таки это слушание, а не делание. Третья проблема связана с возможностью перехода в организации деятельности учащихся коммуникации и сотрудничеству. Я тоже задаю тот же вопрос, какова должна быть доля заданий, направленных на коммуникацию и сотрудничество. И вот если в предыдущем докладе Груздев Михаил Вадимович говорил о том, что основная проблема новой дидактики – это поиск методов, средств и способов работы с информацией, то я готова с ним поспорить, организовать дискуссию. Я считаю, что основная проблема новой дидактики – это все-таки организация образовательной коммуникации. Потому что недостаточно сегодня извлечь информацию. Эту информацию надо уметь транслировать во время взаимодействия, обрабатывать. И мы знаем, что во время коммуникации, опираясь на культурно-историческую концепцию Льва Семенчева-Годского, меняются смыслы, идет присвоение нового знания, оно выращивается. То есть на самом деле я считаю, что трендом новой дидактики все-таки выступает образовательная коммуникация. Если говорить о концептуальном подходе к дидактической компетентности современного педагога, то мне очень импонирует вот этот вот проект ЮНЕСКО по нормам компетентности учителей в использовании КТ. Я просто его использую как пример, как зарисовку. Потому что мы здесь очень четко видим как бы три парадигмы, да, как мы уже двигались в 20-м, видите, к 21-му. Значит, переход от технической грамотности к углублению и применению знаний и к созданию знаний. То есть на самом деле мне кажется, что мы находимся, ну, на первом или на втором уровне. А все-таки 21-й век, новая дидактика, это уже совсем другие требования. Это требования развития учащихся навыков 21-го века. Это значит создание знаний прямо здесь, на уроке, в рамках той или иной информационно-образовательной среды. Это, конечно же, само, сам процесс обучения выстраивается как организация знаний, как развитие самообучающихся сообществ. Причем мне представляется, что эти обучающиеся сообщества сегодня включают не только педагогов и учащихся, но и могут включать родителей в большей степени. Ну и если говорить о самом педагоге, то, конечно, учитель сегодня является собой модель обучающегося. И мы знаем, что если он хочет развиваться, хочет расти, то вот эти вот его жизненные стратегии, они транслируются в качестве примера учащимся, происходит эффект заражения, и они сперва влюбляются в учителя, а потом уже влюбляются в предмет. Говоря о, повторяю, трендах новой дидактики, вот я уже сказала, что одним из таких трендов выступает коммуникация. Вторым трендом, с моей точки зрения, выступает проектирование. Я его определяю как учебное проектирование. Это то, что делает ученик, когда он выбирает ресурсы для решения той или иной учебной задачи, средства, время, темп освоения, как это будет оцениваться. Это, конечно же, понимание, работа со смыслами, понимание себя, понимание другого, понимание учебного содержания, понимание другого в коммуникации. И это же, конечно, рефлексия, так же, как осознание и понимание себя, анализ и предвосхищение своей деятельности. Понятно, что эти четыре тренда новой современной дидактики, они могут осуществляться только в нелинейном образовательном процессе. И вот на этой картинке мы видим, как сегодня разрушается старый фундамент, идет разрушение урока, предметного преподавания. Мы все больше сегодня говорим о метапредметной деятельности, о роли внеурочной деятельности, о роли дополнительного образования. Но так или иначе, все большую роль начинают играть новые формы, новые образовательные практики. Это тренинги, это кейсы, это проекты, это квесты, это то, что позволяет развивать жизненные навыки и функциональную грамоту. Ну и если системно все-таки ответить на вопрос, что такое дидактическая компетентность, то с моей точки зрения дидактическая компетентность это интегральная способность педагога к решению дидактических задач. И вот здесь в такой образной форме, в виде транспортира, мы представляем эти дидактические задачи как дидактический профиль. То есть, чтобы учитель-педагог или молодой педагог или студент-будущий педагог мог просмотреть себя, а в какой мере он готов к решению этих дидактических задач. И эти дидактические задачи мы располагаем последовательно. Ну вот если начинать от горизонтальной линии, то мы видим, что это развитие мотивации учащегося, затем это отбор содержания учебного материала. И тоже, если мы возвращаемся к первому докладу ректора Александра Ивановича, то какие воспитывающие ситуации могут быть и на уроке географии, и на уроке литературы, и даже на математике. Третья задача дидактическая – это осуществление педагогической диагностики. Четвертая задача – проектирование и организация процедуры понимания. Пятая задача – это проектирование информационно-образовательной среды, как совокупности ресурсов информационных, коммуникационных, технологических, инструментальных, предметных. То, что позволит учащемуся быть автономным, проявить свою активность, инициативу, ну, и если говорить об управлении, деятельности учебно-познавательной сегодня в сети, в дистанционном обучении, то, конечно, речь идет о косвенном управлении. Следующая задача – это обеспечение включенности школьника в учебное проектирование, где бы он сам мог выбирать, как ему дальше двигаться, вплоть до индивидуальной образовательной траектории. Это отдельная дидактическая задача проектирования и организации коммуникации, опять же, за счет вовлечения учащегося в совместное планирование, выбор коммуникативных средств, реализацию совместных форм деятельности. Учебную задачу можно выполнять вдвоем, втроем, вчетвером, как это будет организовано в сети, какая будет обратная связь, как ребята будут взаимодействовать. Это, конечно же, очень важная задача, сегодня это архиважная организация оценочной деятельности учащегося, когда он сам может себя оценивать, и когда он может выстраивать обратную связь с педагогом, а педагог с ним. Конечно же, это еще одна важная дидактическая задача – обеспечение условий для реализации индивидуализированной учебно-познавательной деятельности школьника и выходной персонализации обучения. И последняя, десятая задача – организация рефлексивной деятельности учащегося. Таким образом, я заканчивая свое выступление, хочу сказать, что на сегодняшнем этапе дидактическая компетентность педагога понимается как интегральная способность решения десяти дидактических задач, когда он может уже выйти на уровень творчества, а там, где творчество, там и самореализация. И еще один принципиальный вопрос. Развитие и саморазвитие учащихся, мы понимаем, как процесс, который связан с процессом развития, саморазвития и самореализации педагога. Эти два процесса, они отрывны друг от друга. Спасибо за внимание. Ольга Борисовна, спасибо за, как всегда, такой очень глубокий и всесторонний оплаты темы, проблемы, но в то же время очень конкретный и интересный. Интересные такие мостики для дальнейшего развития каждого из направлений, которые мы услышали в вашем докладе. Действительно, спасибо большое за вот такую хорошую подводку в заключение к теме, которая была выбрана нами в этом году для конференции, потому что действительно вопрос самореализации личности в педагогическом образовании не замыкается только на будущем педагоге. В самореализации, педагогическое образование – это пространство для самореализации абсолютно всех субъектов, которые так или иначе вовлечены в эту сферу педагогического образования. Это и учащиеся, это и преподаватели, это и представители других сфер, социокультурных, которые тоже так или иначе коммуницируют со сферой подготовки будущего педагога. Ольга Борисовна, спасибо большое.